Приветствую вас, джинсоманы Денин Хиры. Если вы следите за соцсетями, вы видите, как раскручивается расхожий образ винтажника джинсомана. Как правило, это лицо азиатской национальности в таких тяжелых японских штанах и в рабочих ботинках. На редвинках, в мартинках, в эсках, в вайцах. Но в моем совковом сознании образ такого джинсомана, модника, который прошел в советские времена 80-х годов, это не рабочие ботинки, а кроссовки. Только их мне хотелось и больше никаких туфлей и ботинок. Мне страшно повезло, что мне сестра привезла из Болгарии болгарские кроссовки, которые я с большим удовольствием носил с милтонцами. Они были на размер меньше, у меня слезы текли, когда я их натягивал, ломило страшно ногу, но тем не менее я чувствовал себя счастливым. Таким же счастливым, каким вы могли себя чувствовать в ромиках, в томисах и, скорее всего, в адидасах, сделанных по лицензии в Москве в начале 80-х. Шло время. И у меня закрепились почему-то среди винтажных кроссовок не адидасы, не найки, а ньюбэлансы. Вот то, что я вам сегодня показываю, это действительно винтажная серия ньюбэланс, которая компания называется Lifestyle. Это уже далеко не спортивные кроссовки. Абсолютно все технологии, которые здесь и их силуэт, это винтажный силуэт 80-х годов. 574-й серии, которая была сделана в конце 80-х на основе 576-й серии. И была страшно популярна в 90-х годах не в Советском Союзе, не в России, а в Соединенных Штатах. Об этих кроссовках я вам уже рассказывал, когда показывал вам разницу с копиями, которых сегодня делает очень много. Именно вот на эту винтажную серию. На самом деле, должен сказать большое спасибо компанию Ньюбэланс, что она не забывает про нас, ретроманов, что она делает замечательные кроссовки в аутентичном силуэте, с аутентичными технологиями 80-х годов. Большое вам за это спасибо. А сегодня копий у меня нет, сравнивать с копиями я не буду, у меня их больше вообще не будет. А вот о самих кроссовках я вам расскажу. Многие знают уже про эти кроссовки, но тем не менее, поскольку модель именно вот эта наиболее любима у нас россиянами, да и мной тоже, пробегусь по ним, сделаю такой рефреш. Итак, друзья, что же это за такие винтажные технологии? Что же это за аутентичная сборка 80-х годов? Безусловно, прежде всего это инкап. Многие знают, что инкап это абсорбирующая капсула, сделанная из ацетилвинилоцетата. То есть, вот такая вставка из эластичного материала, который они называют ЭВА, вставляется в пяточную область, в межподошву. Она служит таким противоударным абсорбером при ходьбе, позволяет выдерживать долгие нагрузки по пересеченной местности, не по ровной дороге. Поэтому это, в свою роду, такие аутдоры, да? Технологии уже ушли далеко вперед, но на винтажной серии замечательно себя чувствует ЭВА, и мне это нравится. Следующая технология, которая заложена вот в эту винтажную 574-й, это motion control, так называемый. Вы видите, здесь пластиковый роллбар, который позволяет при ходьбе, опять же, по бездорожью чувствовать в ноге себя стабилизированно, уверенно. Нога у вас не колыхается, не качается, пронации, гипопронации нет, то есть у вас нога жестко зафиксирована. И здесь это реально работает. Если вы играли в хоккей, вы знаете, чем хоккейные коньки отличаются от обычных дурацких коньков. Это, прежде всего, хорошая фиксация стопы. Сразу скажу, что на копиях, подделках нет ни того, ни другого. Нет ни инкапа, хотя написано тут будет инкап, никакой вставки, там нет никакого абсорбера. И вот этот роллбар выполняет больше декоративную функцию. И нога там так жестко не фиксируется. Кроме всего прочего, здесь у нас термостойкий полиуретан используется, вот эта белая часть. Причем вся эта конструкция повторяет линию стопы. Протектор здесь у нас резиновый, скорее всего, это какой-то микс, который они называют XR1000, который устойчив к истиранию подошвы. То есть, специальный состав. Ну, что касается силуэта, друзья, вы видите, это настоящий 574 силуэт. И особенно это характерно заметно по носку. Вот он унаследовал 576 модель, но тем не менее, силуэтом он отличается. Колодочка на 574 модели все-таки более красивая, более приталенная, такая более точеная. И отличается, в общем-то, сразу. Здесь она на 574 более такая вот, знаете, более такая рубленая, погрубее немножко. Не такая вот она прям изящная. Но тем не менее, цена, извините, в кожаном верхе 576 модель винтажная, наверное, раза в 2-3 дороже стоит, чем вот эти. Сразу должен сказать, что кроссовки, выполненные в натуральной коже, как вот эти, русским человеком ценятся особенно. Так же повелось, что у нас вот россияне, я в том числе, больше любят кроссовки из нормальных материалов. Это либо натуральная кожа полностью, это либо какие-то, ну, более-менее хорошие материалы, типа замша, рипстоп. Ну, в общем, не сеточка, не тряпочка, а именно настоящий такой кроссовочный жесткий материал. Сразу хочу сказать, что, безусловно, винтажная серия представлена также и 576, 577 серией, другими силуэтами, как 998, 997, 1500, 1300 серия. Но, друзья, как правило, эта кроссовка, вот эта серия делается в США и в Британии до сих пор. И стоят они очень-очень дорого. Безусловно, они там любят все это дело набивать цену, там сделают ее из какой-нибудь кожи Харвин, особенно на этом сделают акцент. Но не стоит обольщаться. Вот это так называемый Харвин, это как раз не тот Харвин, который идет на инженерах Red Wing. Это кроссовочная кожа, гораздо более низшего качества, она более тонкая, поэтому не стоит так уж сильно обольщаться, что там у вас кроссовки из Харвина. Это раз. Во-вторых, все-таки не стоит считать, что кроссовки такой серьезной обуви, потому что здесь все-таки клееная технология, это не рантовая обувь. Это все-таки больше, как ни крути, обувь спортивная. Поэтому сильно уж так переплачивать там тройную четверную цену за вот эти вот элитные, лимитированные, какие-то там тематические серии. Но вот я, например, я этого не делаю. Для меня вполне достаточно вот этих оригинальных кроссовок в коже, вот этой модели. И за нее я сильно не переплачу, и получаю все вот эти няшечки, по сути, что в них заложил New Balance. Кроссовки вот эти, друзья, выпускаются в четырех цветах. Это какао, коричневый, черный и синий. Но для меня самые крутые – это вот эти два. Безусловно, я знаю, что среди вас есть, ну, наверное, уже целое поколение паранойков выросло, которые никому не верят. Постоянно им надо что-то сравнивать. Оригинал, не оригинал, все коды, штрих-коды. И вот специально для вас давайте покажу, как это выглядит. Стильку я вам тоже покажу. Стилька здесь обычная, на мой взгляд. На оригиналах вот идет такая. Это не ортопедическая стилька, но, тем не менее, как бы она дает вот некоторую форму. Сборка тут старая идет, традиционная, как на старинных 574-х. Но на современных кроссовках стали вот на язычке такую тряпичную бирочку делать о заботе о кроссовках, что их стирать нельзя. И вот специально для паранойков я показываю язычок. Вот, посмотрите. Вот эти артиклы по модели, они должны совпадать с коробочной этикеткой. Вот, посмотрите. Вот производство Вьетнам. Причем, вы особенно-то не парьтесь. Вьетнам и Индонезия делают замечательные кроссовки, ничем не хуже американских кроссовок. Я говорю сейчас про 574-ю серию только. И вот специально для вас показываю то, что на коробке. Вот здесь штрих-код должен совпадать с идентификатором на язычке, на бирке язычка. Безусловно, все это должно тут дублироваться, название модели. Размер должен дублироваться. И идентификатор левой и правой кроссовки, который здесь также указывается, должен быть разным. Конечно, сейчас в сети очень много видео, где специально красным фонариком светит, вот светит вот на эту сервисную бирку. Она должна она должна давать характерный рисунок голограммы, потом также пробивает штрих-коды. Но, друзья, я бы этот цирк для вас бы тоже устроил, но у меня под рукой нет фонаря уж, извините. И телефон у меня только один, на который я снимаю. Так что не могу вам вот это вот представление устроить, как бы я этого не хотел. Поэтому удовольствуйтесь тем, что у меня под рукой. На самом деле, те, кто носил оригинальные кроссовки, ему эти все штрих-коды не должны, ему достаточно просто их посмотреть или взять в руки и он понимает, что кроссовки оригинальные. Потому что те, кто занимались кроссовками, много их носил, от копий их отличит без всяких этих кодов. Но для параноиков я специально показал, чтобы не было разговоров. Так. Теперь должен вам сказать о самом важном. Все-таки, почему вот такие кроссовки лучше покупать оригиналы, не копии? Причем при вот таком вот пускай не покажется вам это лицемерие, сам я и копии тоже ношу. Я на самом деле у меня есть две пары кроссовок копий, которые уже третий год не могу доносить. Хотя я таскаю круглый год, даже зимой. Представляете? Здесь все это сейчас выглядит так, как будто я вот лицемерю. Вот предлагаю вам покупать оригинал, хотя сам нашу копии. Да я их просто еще износить не могу. Поэтому определенное вот это сравнение с копиями имеет некую такую условность. Но друзья, все равно я должен это вам сказать. Итак, самое важное отличие и особенность это не только материалы, а как верх обуви крепится к подошве. Посмотрите, какие разные материалы. Кожа, пластик, термостойкий пауретан. И вот все это должно иметь между собой такое хорошее сцепление и сделано быть по таким технологиям, что это у вас не разлетелось за месяц, за два. Как часто разлетаются копии. Это самая частая проблема с копиями. Когда без соблюдения технологий все это крепится и кроссовки у вас разлетаются, подошва, вот это все рушится очень быстро под влиянием влаги и низких температур. Так вот, многие из вас наверное видели видео, где показано, что сначала обработается специальными клеями вверх кроссовка, подошва кроссовка, потом вверх фиксируется и под нагревом, под специальным прессом все это компрессуется между собой. И вот именно вот такой специальный нагрев, температурный режим, определенное время и специальные составы клеющих веществ, они как раз дают нам вот такой вот очень надежный, очень прочный сцепление и крепление вверх обуви к подошву. Причем материалы здесь очень разные. Абсолютно нисколько не сомневаюсь, что на компанию New Balance постоянно ведет какие-то исследования клеев, они разрабатывают какие-то более новые клея, чтобы конструкция крепления была максимально долговечной, износостойкой, и чтобы кроссовки у них не разлетались, несмотря на то, что материалы здесь совершенно разные по своей органике. и естественно при создании копий тоже вряд ли это так все неукоснительно соблюдается, ведется такой контроль качества, чтобы давать вам вот такое качество крепления. Еще раз повторюсь, думаю, что все-таки составы, которые используют компанию New Balance, они постоянно совершенствуются, это является неким ноу-хау компании. Думаю, все же это не те клеи, которые у нас используются в мастерских типа Демаскола и прочих, это клея какие-то скорее всего особенные. И безусловно, сегодня все это делается на специальных линиях компьютерных, где ведется контроль времени, контроль температур, для того, чтобы достичь максимального эффекта крепления. Ну, думаю, друзья, достаточно подробно я вам все объяснил, и каких-то пояснений не требуется. Поэтому, все же таки, если хотите купить по-настоящему качественную долговечную обувь, старайтесь, наверное, все-таки брать оригинал. Тем более, вот эта модель стоит, она не так-то уж дорого, чтобы как-то на это скупиться. Итак, вот то, что я вам показываю, вот это, у меня остались небольшие запасы, их очень мало, и это размер US 8,5 и US 9, который соответствует евро 42 и евро 42,5. Также, эти размеры отлично подойдут для 41 размера, поэтому, если вы симпатизируете вот этим кроссовкам New Balance винтажным 574, оригинальным, настоятельно я вам рекомендую присмотреться к моему предложению, который по ссылке есть под этим видео. Что касается цены, интересная история, наш официальный представитель New Balance почему-то держит очень высокую цену на этой модели, она у нас идет 12,990 на их оригинальном сайте и в их магазинах фирменных, вы можете сами в этом убедиться. Мультибренд в магазинах типа Yorks и Essos эти кроссовки стоят подешевле, где-то 7,5-8 тысяч, иногда у них какие-то там распродажи бывают, там за 6,5, но у меня цена, друзья, очень хорошая, и вы сами в этом можете убедиться, если перейдете по ссылке и посмотрите. Также у меня совсем по одной паре остались кроссовки Outdoor Activist тоже в размере US-8 евро 42, вот такие вот замши рипстоп, на которых я вам снимал видео, можете посмотреть. Есть она у меня в таком болотном цвете Outdoor Activist материал рипстоп замша натуральная и осталась одна пара US-8 41-го размера вот такой Cordura пак, сделанный в сочетании натуральной кожи и Cordura, материал который используется для военного снаряжения американской армии. Поэтому цены тоже, друзья, поверьте, очень-очень вам понравятся. Главное, чтобы вам размер подошел. По моей ссылочке вы все это можете увидеть и сами в этом убедиться. Рад, что вы смотрели этот рефреш до конца. Мне всегда про кроссовки New Balance большая радость рассказывать. Про обувь мы с вами еще продолжим и до новых встреч. До новых встреч!